Хочу только вам заметить, что на будущее, чтобы у вас не было каких-то терзаний, вы запомните, что открытая студия — единственное аналитическое ток-шоу в России, которое выходит на федеральном эфире, в прямом эфире. Поэтому я принес фильтр, и для вас, Ника, фильтр принес, и хочу вам передать и подарить, чтобы вы хотя бы и ваши дети были здоровы. А дальше уже наплевать, если Россия... Спасибо, из Москвы только на 200. Давайте сделаем запятую, рекламную паузу посмотрим, и сразу вернемся. Да, купил. Возвращаемся в эфир. Хочу сослаться на форум. Здесь много всяких сообщений, здесь пишут интересы Гострома. Почему шельмуют Петрика? Пятый канал просто инфекизиция какая-то, то есть нас обвиняют, что мы казним Петрика. А меня не убедили в том, что он лжец. Вы хотели ответить Владимиру Евгеньевичу, который ушел. Я прошу, господа, всех, пожалуйста, у меня, извините сейчас, просьба, и к Рисуславу Феофановичу, и к Артюму Михайловичу, если вам есть что добавить, вы встревайте в разговор, потому что иначе у нас будут... Да, да, я готов сказать. Ну, давайте коротко, я дам Виктору Ивановичу слово, потому что он не ответил Владимиру Евгеньевичу. Давайте коротко, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, то, что мы сбиваемся на разбор личностей, ну, хотел бы обидеться объективным фактором. Безобразие, что до сих пор не установлено действительное качество фильтра, запатентованным Грызловым и Петриком. Не установлено? Минус 7. Но почему вообще такие вещи возникают? Россия переживает смену мерзионческих установок, и здесь активируется очень много самых разных факторов. И если господин предприниматель Артем Тарасов готов рисковать с ими финансами... Пусть рискует с ими финансами, но нужно несколько честных, неподкупных групп исследователей, которые должны окончательно... А где взять, понимаете, Заслав Феофанович? Потому что, если они... Понимаете, какая ситуация? Если они скажут, что фильтры Петрика или графен Петрика и далее правильно, значит, скажут, что он всех купил. Если скажут нет, то здесь мы как-то правду не можем найти. Не купить всех независимых групп исследователей. Нужно их найти и установить, потому что цена вопроса огромная. А почему возникают такие проблемы? Ну, потому что абсолютно сложно решение финансирования в одной части общества, и Лысенко мог уничтожить генетику, а генерации идей в другой части общества. Выли бы уже Лысенко и Лысенко одну фамилию я слышу. Но, Виктор Иванович, лично не очень виноват в том, что на улице... Лысенко и все, что они знают, это Лысенко. Да давайте по существу. Можно придумать генетическое оружие против антикоммунистов? Вы сказали, что можно... По существу. Дайте еще, Артем Михайлович. Это одна вопроса огромная. Вы видите, не то и сказать. Давайте говорить спокойно и фактами. Личности меня интересуют меньше всего. Вы видите, какая культура у этих людей. Они не дают договорить. Между тем, позиции ученого. Это предельная интеллектуальная честность. Это свидетельство установления точного, научного факта. Давно это нужно было сделать. Вы знаете, что именно из-за этого Перельман не взял свой миллион. Он не верит в то, что на его ученом мире есть честность. Законы джунглей проникают даже из вашей научной речи. Там есть плагиат, там есть много чего. Я одну секунду, Виктор Иванович. Давайте дадим, Артем Михайлович, полминутки. И Виктор Иванович, просьба, пожалуйста. Да нет, я даже меньше. Фильтры Петрика испытывались несколько сот раз. Я сам видел акты, подписанные различными ведомствами. Последний раз испытания проходили под контролем Онищенко, главного санитарного врача. Ну уж какая бы у нас страна была ужасная, но разве допустили бы их установку в Новгородской области в детских садах, если бы они не прошли всестороннее исследование? А если вы понимаете, как они работают, в чем я сомневаюсь, потому что вы не знаете, как они устроены, вы должны понять, что никаких последствий... А почему на новгородские мамы, на ваш взгляд, извините, Артем Михайлович, написали сейчас письмо, которые пили эту воду, возмущались? Это выбросили из эфира 18 апреля этого года. Это, который обманул страну, взял, убрал картридж, налил туда воды и сказал, что там цинк и медь. Абсолютно. Это обман был просто публичный обман. Не надо подменять банальностями точные научные факты. Это я не боюсь сказать. Пусть будут обе стороны независимо проверить эти филипсы и скажут последнее слово. Либо этот человек их подкупил. Но это уголовная ответственность за фальсификацию утверждений. Давайте дадим... Не вы хозяин истины, и не я. Вы хозяин истинный научный эксперимент. Сейчас этот человек говорил об интеллигентном поведении. Посмотрите, он так и не давал сказать, Тарасову. Но потому что переходит на личности. Это и есть интеллигентный поведение. Давайте не будем... Почему вы перебиваете? Вы же в хламовник превратили все. Мы в Петербурге сидим, давайте... Потому что это вы начинаете перебивать, угрожать и так далее. Не надо пиарить. Меня личность абсолютно не интересует. Меня интересуют только научные факты. Точка. Раслав Феофанович, короткий вопрос к вам от Артема Михайловича. Вы просто его не услышали. Вы видели факты? Артем Михайлович, какие акты? Видели ли они когда-нибудь... 18 июля запускается радиострон. Я занимаюсь теорией ранней вселенной. Я не мог найти людей, хотя пытался, которые взялись бы за фактическую проверку. Но в России, конечно, есть такие люди, и они должны здесь сказать свое слово. Но это нужно вложить конкретные усилия для проверки конкретных экспериментов с обеих протестующих сторон. В факту прямая вещь, нравится ли кому-то они или нет. Да, да, я про отключение Артем Михайлович. Расписался в том, что он не видел никаких актов проверки фильтров. На каком основании этот человек может говорить о том, что он никогда не видел? Я не говорю, что результаты отрицательные. Я говорю только то, что знаю, что должна быть независимая проверка с обеих сторон. Точка. Я не думаю, что следует... Давайте так поступим. Поскольку Виктор Иванович полагает, что слова Владимира Евгеньевича Захарова, покинувшего нас, в общем, его задели и были не лженаправлены. Давайте будем... Так, вы можете хотите ответить что-то? Я хотел бы сейчас ответить господину Полищуку. Смотрите, вот эта группа на троих... Сейчас, подождите секундочку. Вот он сейчас заявил про фильтр Петрика по очистке воды вместе с Грызловым. При этом он говорит об интеллигентности в науке, о чести в науке. О каком фильтре, господин Полищук, вы говорите? Какой патент у Грызлова по очистке воды с Петриком? Вы же все сумасшедшие. Я видел этот патент 2007 года. Вы лжете. Он опубликован. Вы лжете. А как у вас совместный патент? Вы лжете. У нас совместный патент по очистке жидких радиоактивных отходов, не имеющий никакого отношения к очистке воды. Вы же лжете все трое. Вот за это судить вас всех надо. Вы поднимаете фамилию... Вы знаете, я не хочу... Вы поднимаете фамилию третьего человека в стране и лжете. Я отвечаю за свои слова. Я спрашиваю, почему вы лжете? Вам заплатили. Смотрите, если человек идет на то, чтобы на всю страну лгать. Скажите, господин Полищук, смотрите, давайте тогда по порядку, ладно? Все, давайте снимем эти эмоции. У нас до рекламы три минуты, поэтому если вы хотите начать большой разговор, то имейте в виду, что я вас прерву. Давайте, пожалуйста. Хорошо, тогда вы мне дадите после рекламы. И вместе с тем я хочу сказать, что у нас есть с господином Грязловым патент по очистке жидких радиоактивных отходов. Он не вынужден... Я приехал, когда он однажды внес, это бесконечно толковый инженер, я хотел сегодня фильтры привезти, где он своими руками показывает выделение платиновых металлов и их разделение газофазным методом кому? Кириенко и группе ученых. Он полностью весь эксперимент сам проводит. Так вот, он неожиданно сделал предложение электроды, речь идет о электрохимии, электроды спрессовать из нанопорошков. Слушайте, ну как так случилось, что вы дошли именно Грязлова? Подождите, и мы получили результаты, понимаете, а не его академия. Давайте сказать, какие результаты. Внимание, господин Полищук и Захаров, кричите, пилят бабло как раз. Знаете, что сейчас происходит? Мы создаем завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Прежде всего, тех страшных третьевых, которые хранятся в Петербурге, на нашей ЛАЭС. По моему проекту, поскольку его утвердили не такие знатоки, как вы, физики, или Захаров, не такие. Его утвердил первый в нашей стране по водороду институт Менделеева и главные его специалисты. Розин Кевич, Магат, Беков. Были проведены огромное количество экспериментов. Были созданы экспериментальные установки. Была привезена третьевая вода. Она была очищена. Мало того, установка была отвезена в Челябинск. И на месте продемонстрировала свою работу. Которую приняла государственная комиссия. Послушайте, есть государственный акт. И вода, полученная на выходе, просертифицирована в лабораториях МАГАТЭ. Несмотря на это, человек Кругляков, которого я и сужу за это, и буду сужить до конца своих дней, выступил на всю страну и заявил следующее. Я позвонил в Челябинск, а там мои друзья или знакомые сказали, что установка Петрика не работает. И дальше какая-то галиматья. Ну вы представляете, на этой стороне три лаборатории МАГАТЭ. Заборы, которые там осуществлялись, опечатывались, опломбировались. Все сторонние договора. Государственная комиссия закрепила. Установка сейчас строится. А сидящий человек говорит. Это лженаук. Ну если вы знаете для себя, вы решили, где истинно. Почему вас это задевает? Вот у меня вечный вопрос, который я вам задаю. Почему вас это задевает? Это как-то влияет на вашу работу, на ваш сон, на ваш бизнес. На что? Почему вы так? Они не останавливаются. Вы видели телеканал «Россия». Там присутствовал Полищук. Сейчас жалуются, что чего-то не показали. Там присутствовали ученые. Багдасаров, который выступил за меня, его вырезали. Там присутствовал как раз Розенкевич по водороду, по этой установке. Он высказался и рассказал, что машина строится. Разве не это утверждение об истине, которой печется Полищук? То есть вы подозреваете в цензуре? Нет, подождите, их убрали. Что же я подозреваю? Вот Полищук сам видел, эти люди там высказали. Ника, последний короткий вопрос. Ника, из Москвы. Вот у меня здесь пять стульев. Почему вы не пригласили никого с той комиссии у президента, которые там рьяно ругали Петрика и Петрика? Вы знаете, Артем Михайлович, ответ незамысловат и прост. Они пришли. Понимаете? Они не хотят быть в прямом эфире. Ну, они полагают, что им тема Петрика неинтересна. То есть президенту пожаловаться можно, а сюда прийти нам мы, знаете, лицом не вышли. Ну, я не в обиде, это всегда так бывает, это часто. Давайте сделаем рекламную паузу, продолжим. Сделаем рекламную паузу, продолжим, пожалуйста. Так, возвращаемся в эфир. Я уже в таком бурном эфире запуталась, на чем мы закончили эфир. Я должна сказать... На мне, я не договорилась. Ну, на самом деле, здесь есть очень жесткие сообщения на форуме. Петрика Ньютона с Эйнштейном назовет лжецами. Записали уже Артема Тарасова туда же. Вам уже досталось, Артем Михайлович. Так что, пожалуйста, держитесь. Так, пожалуйста, вам слово, Виктор Иванович, что вы хотели сказать? Я хотел сказать следующее. Это очень важно. А как вообще я оказался в пределах Академии? Я обратился в Академию, в Российскую Академию Наук и предложил 11 моих тем. Какую целью я их предложил? Я как раз в Академии наук. С какой целью я их предложил? Каждая тема, та, которую я считаю, заслуживает быть внедренной в нашей стране или в других странах. Я хотел, чтобы она получила научное сопровождение. То есть вы сами своими руками себя закопали? Я сам пришел туда. И что же произошло, когда я пришел? Я был встречен, и у нас прошла встреча семь академиков Российской Академии Наук, ведущих. Таких, как Бучаченко, я думаю, что будущий лауреат Нобелевской премии, это основоположник спиновой химии. Таких, как Алфимов, это председатель комитета технической комиссии прироснаноакадемик Рана Алфимов. И проводил это совещание новоторцев, директор института Йонг. Мы провели 6 часов. А им все так понравилось. Мы демонстрировали опыты, мы как раз демонстрировали термоэмиссионные преобразования. И мы, мы же договорились с вами о чем-то. И мы, следующее совещание у нас произошло в Йохе, где нас принимал Егоров, директор института Академии Крам. Потом снова в Йонг, это третье. А потом собралось 24 человека. Из них 14 академиков, ведущих академиков в России, Ран, в том числе два вице-президента Солнцин и Алдошин. Совещание длилось 7 часов. Результат этого совещания, вот он у меня в руках. Случилось следующее. Случилось подписанное решение. В процессе выступления докладчика присутствующими задавались многочисленные вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы. Заметьте, кто там сидел. Так вот, решили. Открытые в Йе-Петликом эффекты представляют существенный научный интерес. Организовать рабочие группы при соответствующих институтах для научного сопровождения упомянутых выше изобретений и технологий. Скажите, разве это было не мудрое решение? Если данная технология касается вот того учреждения, передать ее туда на изучение, и там была бы выявлена та истина, которую хочет знать Плещук. Я сейчас узнаю. Рыслав Феофанович, имена, которые только что прозвучали, они для вас. Вы можете прокомментировать? Это серьезные люди? Я хочу сказать. Сказал и буду повторять. Науке нет авторитетов. Наша комиссия противостоит и борется не с носителями ложных научных представлений, а с самими ложными научными представлениями. Если до сих пор...